Привет! Праздник Хэллоуин уже прочно вошел в календарь осенних тематических мероприятий и поводов для веселья среди продвинутой молодежи. Для большинства из нас, в отличие от американцев, День Всех Святых не имеет какого-то особого символического значения. Но все же это отличная возможность неординарно провести вечер и подурачиться на законных основаниях. Предлагаю вашему вниманию 13 интересных фактов о Хэллоуине. Ха, испугались! Нет? Ну ладно. Предполагается, что Хэллоуин появился примерно в 4000 году до нашей эры. А это значит, что данный праздник существует уже свыше 6000 лет. Родиной Хэллоуина можно считать территории современной Англии, Ирландии и Северной Франции. Именно там обитали племена кельтов, которые еще в докрестьянскую эпоху 31 октября отмечали конец сбора урожая и приход Нового года. Язычники верили, что в этот день, который называли Саммайном, миры живых и мертвых соприкасаются. Чтобы защититься от призраков умерших, кельты одевались в звериные шкуры, гасили огни в домах и выставляли на улицу еду, как дары для духов. Так и появилась традиция, актуальная по сей день – наряжаться в жуткие костюмы и требовать у прохожих угощения. Главный символ Хэллоуина – тыква с горящей внутри огоньком. История этого образа такова. В ночь в Саммайна жители кельтских деревень собирались вокруг костра, где друиды заклинали огонь защищать людей от призраков. Затем жрецы зажигали свечки в выдолбленных репах и раздавали древенскому люду. Таким амулетом кельту нечего было опасаться нападения призраков. Почему в репах, а не в тыквах, спросите вы? А потому что именно из реп изготовлялись первые фонари в те древние времена. И уже потом, ближе к нашему времени, фонари начали делать из более дешевых и распространенных тыкв. А сегодня фермеры западных стран соревнуются в том, кто вырастет самую большую тыкву к Хэллоуину. Рекорд принадлежит канадцу Скотту Палмеру из штата Антарио. Его плод весил более 600 килограмм. Известно, что самые грандиозные карнавалы и шествия в ночь Хэллоуина происходят в Америке. Интерес к этому празднику здесь не случайен, ведь современные штаты населяют в том числе потомки переселенцев из Ирландии, которые и завезли этот праздник на континент несколько веков назад. Недавно праздник Хэллоуин был включен в список самых распространенных фобий среди детей. Поэтому родителям стоит позаботиться о своих малышах в этот день и всегда сопровождать их в походе за сборами сладостей. В противном случае они вместо сладостей могут принести домой полные штаны кирпичей. Согласно поверью, если кто-то наденет свою одежду на левую сторону и пройдет задом наперед в Хэллоуин, то полночь он или она сможет увидеть настоящую ведьму. В 1970 году пятилетний мальчик Кевин Тостон якобы съел на Хэллоуин конфету, смешанную с героином. Следователи позже обнаружили, что героин принадлежал его дяде и никак не предназначался для Хэллоуинского угощения. Во многих странах, например во Франции и Австралии, Хэллоуин рассматривается как нежелательное и излишне разрекламированное влияние американцев. Один из самых лучших мастеров скульптур и стыков является Рэй Виллофан. Его работы просто поражают своей реалистичностью и крепотой. В России же этот праздник официально объявлен православной церковью вне закона. Но искрометному веселью это не мешает. В Москве практически все клубы предлагают тематические вечеринки и устраивают балы маскарады. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свое отношение к празднику. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а с вами был Юрий. Пока!